Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается октаэдр, у которого вращаются углы. Его название Corner Turning Octadron или просто CTO. Не стоит путать его с другим внешне похожим октаэдром. Этот называется Face Turning Octadron или FTO. Визуально они практически одинаковые, но вращение у них отличается и принципы сборки совершенно разные. CTO можно встретить производство компании Dayan и у него вращаются углы. FTO производит компания Lanlan, возможно некоторые другие, и у него вращаются грани. CTO, FTO. Сегодня речь пойдет о CTO. Ссылку на обучающее видео по FTO можно найти в описании. По вращению CTO очень похож на пирамидку. Также есть маленький уголок, второй слой, основание, но с нижней стороны можно найти еще пару слоев. По сути CTO это пирамидка в форме октаэдра. У тривиальных уголков добавилась еще одна грань, классический пирамидский 3, у октаэдра 4 и элементов стало больше. Если вы умеете собирать классическую пирамидку, то эти знания вам сильно помогут. Но в этом видео я дам всю необходимую информацию, даже если CTO это ваша первая головоломка. Существует также усеченная версия CTO. Называется Diane Javel. Собирается но по тем же принципам. Напомню начало сборки классической пирамидки. Сначала нужно довернуть тривиальные уголки, чтобы они совпадали с центрами. Их здесь четыре. Делается интуитивно. Далее мы находим три угла одного цвета. Допустим красного. Один, второй. Здесь нет. Вот третий. Располагаем их вверх и поворачиваем все элементы красным цветом на одну грань. Получаем звезду. Опускаем звезду вниз и начинаем собирать ребра первого слоя. Здесь не хватает трех ребер и у каждого должен быть красный цвет. Находим ребра с красным цветом. Вот зелено-красное. Совмещаем цвет, который не красный, с вот этим элементом, с центром. Зеленый-зеленым совпадает. Далее, если элемент слева, то мы поднимаем угол справа, вставляем сюда элемент и опускаем. Получается ребро на месте. Ищем следующий с красным цветом. Вот сине-красное ребро. Подворачиваем нижний слой так, чтобы у нас синий с синим совпадал. Теперь у нас получилось, что сине-красное ребро находится справа. А значит мы поднимаем слева, вставляем ребро и опускаем. То есть три зеркальных движения. Помимо таких действий можно использовать комбинацию под названием пиф-паф. Для этого мы находим ребро с красным цветом. Желто-красное. Ставим перед собой место, где оно должно находиться. Ну здесь уже занято. Здесь занято. Вот желтые и красные элементы. А значит желто-красное ребро должно быть здесь. Располагаем пирамидку так, чтобы красный цвет был перед нами. То есть вот эти цвета не совпадают, но красный цвет, который снизу, смотрит на нас. И если ребро находится слева, то начинаем делать пиф-паф слева. Пиф-паф это четыре движения. Опускаем левый угол. Опускаем правый угол. Поднимаем левый. Поднимаем правый. И ребро становится на место. Если ребро оказалось справа, то мы начинаем делать пиф-паф справа. Красный цвет смотрит на нас. Здесь место этого ребра делаем пиф-паф. Опускаем справа. Опускаем слева. Поднимаем справа. Поднимаем слева. И элемент становится на место. Иногда бывает, что элемент стоит на своем месте, но неправильно развернут. Чтобы выйти из этого положения, нужно его извлечь и вставить нужной стороной. Чтобы достать ребро, мы просто делаем любой пиф-паф. Допустим, правый. Ребро поднялось наверх. И отсюда любым способом его ставим на место. Здесь желтые цвета совпадают. Ребро слева. Поднимем, вставим, опустим. И первый слой собран. Начало сборки у октаэдра аналогичное. Уголков здесь 6, поэтому поворачивать их будем чуть дольше. Зато есть время сразу обнаружить, где у нас углы одного цвета. Здесь грани 8, поэтому цветов больше, чем в обычной пирамидке. Я предлагаю начинать с белого. Пока мы разворачиваем тривиальные уголки, можно приметить, где эти белые углы находятся. Вот я уже три нашел и запомнил, что они здесь. Развернем оставшиеся уголки. Все вроде бы готово. И вот три белых угла. Это серый, это белый. Держим их в руках. И поворачиваем белым цветом все элементы наверх. Так. Так. И вот так. Получаем звезду, как на пирамидке. Обращаем ее вниз и ищем ребра с белым цветом. Их также должно быть три штуки. Здесь не видно. Есть вот бело-фиолетовое. Причем фиолетовый цвет уже совпадает с цветом центра и уголка. Это очень удобно. Ну, если бы его здесь не было, мы бы сначала сюда подвели. Заметили, что цвета совпадают. Ребро находится справа. Поднимаем уголок слева. Вставляем ребро и опускаем. Первое ребро на месте. Ищем остальные. Вот здесь бело-оранжевое. Сразу попалось. Мы здесь не можем взять и повернуть нижний слой. И придется этому ребру путешествовать немножко. За два движения мы подходим к оранжевым элементам. Оранжевые цвета совпадают. Ребро находится слева. Значит, поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем. Второе ребро на месте. Ищем дальше. Где-то здесь было бело-синее. Вот оно. Пододвигаем. Ну и опять получается та же ситуация. Давайте при помощи пиф-пафа поставим на место, чтобы было разнообразие. Белый цвет обращен к нам. Место бело-синего ребра здесь. Ребро справа. Значит, делаем пиф-паф справа. Так, первая грань собрана. Проверяем. Все белые элементы на месте. И вот такая полоска одного цвета. Здесь оранжевые, фиолетовые, синие элементы. После сборки первой грани нужно собрать вторую смежную. Я предлагаю собрать синюю. Один элемент здесь уже стоит на месте. Осталось поставить два. Ищем синие элементы. Можем спокойно вращать вот эти углы. А собранная белая грань не нарушится. Ищем синие ребра. Вот сине-серое ребро. Подводим поближе. Видим синий, серый. Серые цвета совпадают. Держим так, что синяя грань снизу. Ребро справа. Значит, поднимаем левый угол. Вставляем ребро. Опускаем. Сделаем все то же самое. Дальше нам нужно сине-красное ребро. Но как раз недалеко. Вращаем, постепенно придвигая к нужному месту. Здесь цвета совпадают. Ребро слева. Значит, поднимаем справа. Вставляем ребро. Опускаем. У нас получилось собраны уже две грани. Белая и синяя. Сейчас будет важный момент. Мы берем октаэдр вот так, чтобы снизу был угол, а не грань. И собранные грани были перед нами, но в нижней части октаэдра. И разворачиваем его на 180 градусов. И смотрим вот на это ребро. Для начала нужно довернуть вот этот уголок, чтобы цвета центров совпадали. Делается это интуитивно. После чего вот сюда нужно поставить недостающий элемент. Он будет здесь красно-фиолетовый. Здесь надо быть немножко внимательнее. Если красно-фиолетового ребра нет на месте, мы ищем его на верхней части октаэдра. Вот оно. И подворачиваем поближе. Вот ребро. Перед нами угол. И искомое ребро нужно поставить вот сюда. После чего перехватываем в такое положение, уже более понятное. И надо вот это ребро поместить вот сюда. Но отсюда сюда не очень удобно интуитивно делать. Поэтому сначала место ребра поднимем выше. И после чего переместим вот это ребро сюда. Вот у этого угла снизу фиолетовый цвет. А значит нам это ребро надо вниз тоже фиолетовым цветом поставить. Если мы сделаем вот так, то эти цвета совпадать не будут. А значит нужно действовать по-другому. Если вот эти цвета совпадают. Красный и красный. То мы можем вот этот уголок просто еще раз повернуть. Вставить сюда ребро. И опустить. Здесь цвета теперь стоят хорошо. И мы просто возвращаем уголок на место. И все здесь собирается. Если из того же положения, когда у нас вот этот элемент уже повернут. Вот эти цвета не совпадают. То мы можем сделать либо левый пив-паф и все получится. Либо цвета не совпадают. Мы также поворачиваем сюда. Теперь вот эти цвета совпадают. Ребро справа. Поднимаем слева. Вставляем ребро. Опускаем. После чего возвращаем элементы на место. Бывает также, что вот это красно-фиолетовое ребро стоит на месте, но неправильно развернуто. Если бы оно было развернуто правильно, то ничего бы делать не пришлось. Мы перешли бы к следующему этапу. Но если оно развернуто не так, надо его переставить. Для этого мы сначала двойным оборотом поднимем ребро наверх. Дальше отведем на то место, куда отводили и ранее. И можно два оборота сделать назад, после чего поднять. Либо из такого же положения просто сделать один поворот вниз. То есть получается, что вот это фиолетово-красное место уже находится здесь. После чего уже оценить ситуацию. И обычно здесь достаточно сделать левый пив-паф. Получается здесь уже все собрано. Ну и последний ход можно было не делать и оставить ребро на месте. Покажу еще разок. Вот оно развернутое ребро. Поднимаем наверх, отводим в сторону, в левую. Делаем один оборот назад, после чего делаем пив-паф слева. Раз, два, три. И последний ход можно не делать. Ребро развернется на месте. Можно запоминать как алгоритм или делать это интуитивно. Теперь получается, что на среднем слое осталось собрать всего лишь два ребра. Так как с задней стороны у нас белые и синие элементы и они уже стоят правильно. А это собирается также как в самом начале. Мы видим, что здесь желто-красное стоит на своем месте перевернутое. Делаем пив-паф и ставим уже правильно. Здесь цвета совпадают. Желто-красное место. Ребро находится слева. Поднимаем справа, вставляем, опускаем. Переходим к этому. Здесь должно быть зелено-фиолетовое или просто фиолетовое. Оно как раз стоит рядом. Простора у него мало. Могло стоять здесь, здесь или здесь. Здесь можно либо левым пив-пафом, либо отвести вот сюда. Цвета совпадают. Ребро справа. Поднимаем слева. Вставляем ребро. Опускаем. Осталось собрать всего четыре элемента. Это четыре ребра. Но прежде чем их расставлять по местам, мы должны довернуть верхний угол так, чтобы цвета центров совпадали. Вот желтые совпадают, зеленые совпадают и так далее. Для перестановки ребер нам потребуется алгоритм из кубика 3х3. Он называется рыбка. Делается следующим образом. Поворачиваем правую грань от себя, верхнюю, по часовой. Правую грань на себя, верхнюю по часовой. Правую грань от себя, верхнюю грань поворачиваем два раза. И правую грань на себя. Этот алгоритм будем называть правой рыбкой, можно еще делать зеркально левую. Для этого мы сначала поднимаем левую грань от себя, вверх вращаем против часовой. Левую грань на себя, вверх в ту же сторону. Левую грань опять от себя, вверх два раза. И левую грань на себя. На октайдре подобные алгоритмы перемещают ребра. Причем перемещают они три ребра. Правая рыбка это ребро перемещает сюда, это сюда, а это сюда. Это ребро остается на месте. Левая рыбка поступает зеркально. Правое ребро остается на месте, левое идет сюда, это сюда, а это сюда. Смотрим, какой из них нам применить. Для этого нужно определить, какие ребра стоят на своих местах. Смотрим внимательно. Ребро оранжево-серое, а место зелено-оранжевое. То есть ребро не на своем месте. Следующее. Серо-желтое на желто-зеленом месте. Не на своем. Зелено-желтое на серо-желтом месте. Тоже не подходит. Зелено-оранжевое на серо-оранжевом месте. Получается, что все четыре ребра стоят не на своих местах. В этом случае мы делаем сначала любой алгоритм, потом смотрим, что получится. Движение правой грани будет вот такое. Вращать будем правый угол. В верхней грани вот такое. Значит, я сделаю правую рыбку. Правую грань от себя, вверх по часовой. Правую грань на себя, вверх в ту же сторону. Правую грань от себя, вверх два раза. Неважно в какую сторону. И правую грань на себя. Ребра переставились. Что-то изменилось. И мы видим, что вот это зелено-желтое ребро находится на зелено-желтом месте. Хоть и развернуто неправильно. А значит, что-то полезное мы сделали. Берем его поближе и смотрим на остальные. Вот это оранжево-серое. Если оно переместится вот сюда, то встанет на свое место. В принципе, дальше можно не анализировать. Будет и так понятно, что остальные ребра встанут на свои места. Вот это ребро переставляет сюда. Именно правая рыбка. Поэтому правую рыбку делаем еще раз. Правую грань от себя, вверх по часовой. Правую грань на себя, вверх опять по часовой. Правую грань от себя, вверх два раза. Правую грань на себя. Здесь все красиво, здесь красиво. А эти ребра хоть и развернуты, но на своих местах. В случае, если перестановка вот этого ребра сюда пользы не приносит, при этом вот это ребро на месте стоит. Мы перехватываем вот так и проверяем, что вот это ребро, если встанет сюда, то будет хорошо. Серо-оранжевое на серо-оранжевое место. Да, все соберется. И делаем левую рыбку. Собранное ребро справа спереди. Выполняем алгоритмы зеркально. Поднимаем левый угол. Вверх против часовой. Левая на себя. Вверх против часовой. Левая от себя. Вверх два раза. И левая грань на себя. Также получаем, что все ребра на местах, но некоторые развернуты. На этом перестановка ребер завершена. Для разворота ребер на верхнем слое мы будем использовать алгоритм из классической пирамидки, который разворачивает два ребра на передней грани. Движение следующее. Мы делаем сначала правый пиф-паф. Опускаем справа. Опускаем слева. Поднимаем справа. Поднимаем слева. Потом отводим вот это ребро назад. Поднимаем левый угол. Вставляем сюда вот это ребро. И опускаем левый угол. Два ребра разворачиваются. Если сделаем еще раз, они развернутся вновь. Опускаем справа. Слева. Поднимаем. Поднимаем. Верхнюю грань по часовой. Поднимаем слева. Верхняя против часовой. Опускаем слева. И вот они снова развернуты. Аналогичная ситуация на октае 3. Делаем те же самые движения. Вращаем правый угол, левый угол. Опускаем справа. Опускаем слева. Поднимаем справа. Поднимаем слева. Это правый пиф-паф. Верхняя грань по часовой. Поднимаем слева. Возвращаем верхнюю грань. Опускаем. Октаедр. Собран. Могут быть развернуты все четыре ребра. Тогда этот алгоритм просто делаем дважды. Сначала развернем два вот этих. Пиф-паф. Верхняя грань по часовой. Поднимаем слева. Пиф-паф. Возвращаем верхнюю грань. Опускаем слева. Два развернулись. Перехватываем и разворачиваем вот эти два. Опять пиф-паф. Справа. Верхняя по часовой. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. И октаедр собран. И еще один случай, когда нужно развернуть два ребра, но стоят они не рядом. Для этого мы сначала при помощи дополнительных ходов помещаем их на одну грань и делаем тот же самый алгоритм. Вот это ребро переместим вот сюда. Для этого вращаем задний уголок. Ребро переставляем отсюда сюда. И вращаем правый уголок. Получаем вот они два ребра. Делаем тот же самый алгоритм. Пиф-паф. Верхняя по часовой. Поднимаем слева. Возвращаем верхнюю. Опускаем. И отменяем первые два движения, которые делали. Для этого правый уголок поднимаем. И задний тоже поднимаем. И все собрано. Покажу пример сборки для закрепления. Для начала развернем уголки. В процессе ищем белые углы. Раз-два. И вот уже третий. Вот три уже приметили. Развернем остальные. Хотя это делать прямо сейчас не обязательно. Но для порядка развернем. Вот нас были три белых уголка. Поворачиваем их всех на одну грань. И видим, что получилась белая звезда. Находим белые ребра. Белая звезда снизу. Здесь ребро бело-синее. А его место здесь. Передвигаем ближе. Синие цвета совпадают. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. Бело-оранжевое. Место его здесь. Двигаем ближе. Опять у нас право цвета совпадают. Поднимаем слева. Вставляем. Опускаем. И вот бело-фиолетовое. Ну давайте раз оно справа и белым смотрят на нас. Вот его место. Сделаем правый пиф-паф. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. Поднимаем. Белая грань собрана. Дальше давайте берем синюю. Для начала довернем здесь синий цвет. И ищем синие ребра. Синий-серый стоит рядом. Очень удобно. Вставляем аналогично. Дальше здесь синий-красный. Подвигаем ближе. Красные цвета совпадают. Поднимаем справа. Вставляем. Опускаем. Располагаем угол октаедра снизу. Белая-синяя в нижней части перед нами. Делаем вот такой вот перехват. Смотрим на это ребро. Доворачиваем здесь. Чтобы центры совпадали. Место свободно. Ищем фиолетово-красное ребро. Оно здесь. Перехватываем вот так. Ставим вот сюда. Слева. И место вот отсюда. Подвигаем выше. Цвета совпадают. Значит поднимаем еще раз. Вставляем. Опускаем. И еще раз опускаем. Собираем два оставшихся ребра. Здесь должно быть желто-красное. Оно рядом. Поднимаем. Вставляем. Опускаем. И здесь должно быть зелено-фиолетовое. Ближе. Давайте для разнообразия сделаем левый пив-паф. Его место здесь. Фиолетовый на нас. Опускаем. Опускаем. Поднимаем. Поднимаем. Нижняя часть октаедра собрана. Вверх уже, кстати, довернут. Смотрим на ребра. Здесь не на месте. Нет. 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 Ни одно ребро не на месте. Делаем любой алгоритм. Мне удобнее делать левый. Поэтому я сделаю левую рыбку. Посмотрим, что получится. Сразу видно вот это серо-оранжевое. Ребро встало на месте, хоть и развернуто. Берем его ближе. Проверяем, что вот это ребро встанет сюда с пользой. Зелено-оранжевое сюда на зелено-желтое место. Нет. Перехватываем тогда, чтобы правильное ребро стояло справа. Развернуто, но стоит на своем месте. Проверяем. Зелено-желтое встанет сюда. Хорошо. Делаем, значит, левую рыбку еще раз. Ребра на местах. И осталось перевернуть два вот этих. Ну и разворачиваем их при помощи алгоритма. Пиф-паф. Вверх по часовой. Поднимаем слева. Возвращаем вверх. Опускаем. Октаэдр. Собран. Я продемонстрировал все возможные ситуации. Предложенная стратегия сборки мне показалась самой оптимальной. Да, можно просчитывать больше. Можно маленькие уголки собирать постепенно. И на первом этапе только собрать три белых. Но это детали. Именно порядок, в котором я сейчас собирал грани, оказался наиболее эффективным. Но собирать можно и другими способами. Головоломка не сложная. На базе обычной пирамидки ее вполне можно собирать на скорость. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.